АПЛОДИСМЕНТЫ В конце игры тот из вас, кто чистосердечно ответит на все вопросы, в конце игры станет милиционером. И первым на этапе, так сказать, предварительного заключения раскололся никогда не работающий, нигде не проживающий, недавно дебилимизованный из армии Парамон Цыпкин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, пройдёмте. Садитесь. Ну присаживайтесь, присаживайтесь. Не бойтесь, не бойтесь. Прошу. Смелее, смелее. Угощайтесь. Угощайтесь, угощайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Напоминаю, что незнание законов нашей игры не освобождает вас от ответственности. Вы также несёте ответственность за дачу заведомо ложных ответов. И вот наш первый допрос. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос. Где вы были вчера с 8 до 11? Не торопитесь, у вас 4 варианта ответа. Вариант А на вокзале. Вариант Б на работе. Вариант С за границей. И вариант Д в пивной. Ну... Ну-ну. Значит, не хотим сотрудничать. Не желаем отвечать. Ну, я не помню. Колись. Не хочу. Колись, говорю. Быстро колись. А-а-а! Совершенно правильный вариант. А, вы были на вокзале. И вы получаете милицейскую рубашку. Аплодисменты. Следующий вопросик посерьезнее. На кону китель. Итак. Как вы думаете, что должен составить милиционер при задержании человека, распивающего спиртные напитки в неположенном месте? Итак, он должен составить А. Протокол. Б. Кубики. С. Мнение. И Д. Компанию. А. Сначала Д, потом А. Как это? Ну, сначала Д. Компанию. А потом А. Протокол. А. Далеко пойдешь. Куда? 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 Вы получаете китель. Поздравляю с правильным ответом. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий вопрос на вашу голову. На фуражку в смысле. Итак. Какое из нарушений ПДД у ГИБДД считается наиболее прибыльным? А. Езда в нетрезвом виде. Б. Езда на кирпич. С. Езда без автомобиля. И Д. Превышение скорости. 50 на 50. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Это, сказать, ваше право. Держите. 50. 50. 50 на 50. И так, осталось два варианта. Какой вы выбираете? Ну. Это, превышение скорости. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Если ты сказал, езда в нетрезвом виде, ты бы заработал. А на превышении скорости много не заработаешь. Я сказал, превышение скорости в нетрезвом виде. Ну что ж, молодец. И вы получаете милицейскую фуражку. Аплодисменты. Ну что ж, последний вопрос, от которого зависит, станете ли вы милиционером или будете искать работу. Представьте, что на вас напали на улице с газовым баллончиком. По какому телефону вы позвоните? Вариант А. 01. Вариант Б. 02. С. 03. И Д. 04. Звону к Карифану. Пожалуйста, но с этого телефона можно набрать только 02. Мне хватит. Алло. Милиция. Милиция? Вот на меня напали с газовым баллончиком. Куда мне позвонить? С газовым баллончиком? Ай-яй-яй-яй-яй. Звоните 04. Служба газа. Точно. А то у меня, понимаете, вопрос горит. Горит. 01 звоните пожарным. Смотрите, мне нужно точно. Понимаете, я хочу стать милиционером. Милиционером? Да. Да, на звони 03. Ну что ж, каков ваш вариант ответа, а? Да, меня запутали совсем. Ну что я... А вы еще раз позвоните ему, и он вам скажет, считает ли он правильным вариант Б. 02. Да или нет. Набирайте. Да или нет. Алло. Да. Да. Правильно. И вы получаете милицейское удостоверение. А сейчас тишина, тишина, тишина в студии. Тишина. Тишина в камере. Вот. Милиционер родился. Я вас сердечно, от всей души поздравляю. Стоять. Стоять, я сказал. Шутка, что ли? Да, да шутить все у меня, понял? Руки. Так, а это... Руки, блин, документы. А, я же... Документ. Не, ну у меня... Я же ведущий. Это я буду сейчас ведущим, понял? Ведущим тебя в отделении. Понял. Ну, а... Так, что будем делать, а? Делай, что будем делать. Ну, я не знаю, я... У тебя два варианта. Вариант А. Я сейчас тебя веду в КПЗ. И вариант Б. Вариант Б. Ну, молодец, правильно. Так, вы добрые. Вариант Б. Делай, что... Спасибо. Поехали. Спасибо. Продолжение следует...